Доброе утро! По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус гепатита поразил около 2 миллиардов жителей нашей планеты, то есть каждого третьего человека. И о том, какие вирусы гепатита бывают, а самое главное о том, как предотвратить и защититься от них, мы сегодня поговорим с нашим экспертом, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры инфекционных болезней Дмитрием Даниловым. Здравствуйте! Доброе утро! Дмитрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, действительно ли вирусы гепатиты настолько актуальны? Да, действительно актуальны. Об этом говорит хотя бы тот факт, что ВОЗ внесла проблему вирусных гепатитов в одну из актуальнейших проблем мирового здравоохранения. И эта проблема актуальна не только в Республике Беларусь, но, в общем-то, для любой страны на Земле. Давайте объясним немножко нашим телезрителям. Их бывает много разных. А, Б, С, Д и так далее. Можно их много перечислять. Какие самые актуальные сейчас в мире? Вы абсолютно правы. Их много разновидностей. Они все делятся на две принципиально больших категории. Это энтеральные, то есть передающиеся с пищей. И парэнтеральные – это те, которые передаются с кровью и биологическими жидкостями. Если говорить о наиболее актуальных в Республике Беларусь – это вирусы гепатитов В и С. Это хронические вирусы гепатита В и С. Как правило, мы про них будем говорить сейчас, да? Чем они вообще отличаются? Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что существуют и острые, и хронические формы. Острые формы гепатита В, к счастью, после введения всеобщей вакцинации в Республике Беларусь, значительно сократились, больше, чем в 10-15 раз. И действительно, мы увидим дальнейшее сокращение. Что касается гепатита С, то этот вирус очень часто во время своей острой формы протекает бессимптомно. И, соответственно, хронизируется с большим процентом. И эту хронизацию пациент не замечает. Соответственно, тогда, когда ставится диагноз, пациент уже приходит с хронической формой. И это обусловляет основное актуальное заболевание. Если говорить о путях передачи вируса гепатита В и С, это парентеральные, как Вы сказали, то есть через кровь? Да, абсолютно верно. Это парентеральные вирусы, оба. Это не только кровь, это биологические жидкости. В разных жидкостях содержится разное количество вируса. Поэтому, в первую очередь, это биологический секрет спермы. Это вопросы, связанные с какими-то другими биологическими жидкостями, до компонентами крови. Если мы говорим о слюне или слезной жидкости, количество вируса в них составляет гораздо меньшую часть. И хотя такие случаи описаны, тем не менее, все-таки они практически не представляют опасности. А вот, скажем, салонные процедуры в последние десятилетия стали популярны маникюры, педикюры, татуировки, пирсинг. Скажите, это как-то повлияло на распространенность этих вирусов? Прекрасный вопрос. И это действительно так. Я вижу, что Вы очень хорошо ориентируетесь в проблеме. Это касается не только Республики Беларусь. Это мировая проблема. Люди прибегают к множеству косметологических процедур. И одна сторона это, когда косметологические процедуры делаются в каком-то салоне, который имеет и соблюдает определенные требования ПИД-режима. Другой вопрос, что, ну, как оно, собственно говоря, и водится. Все пытаются сэкономить. И очень часто подобные процедуры делаются не сертифицированными мастерами. И вот это очень большая ниша для распространения парантеральных вирусных гепатитов. Дмитрий Евгеньевич, вирусные гепатиты хронические, как Б, так и С. Они лечатся? Ну, здесь я бы предпочел ответить более пространно. Если мы говорим о гепатите Б, позвольте начать с гепатита Б, то гепатит Б, во-первых, у взрослых, здесь тоже идет принципиально у взрослых или у детей, у взрослых хронизируется лишь в небольшом проценте случаев. Обычно хронизация не превышает 10 или даже 5%. Соответственно, очень часто манифестация острого гепатита заканчивается выздоровлением, и на этом точка. Что касается гепатита С, то этот вирус хронизируется не менее чем 75-80% случаев, по крайней мере, у нас. И, соответственно, это имеет очень большую проблему, поскольку очень часто пациенты впервые обращаются к врачу, не зная о своей проблеме и приходят не просто на стадии хронического гепатита, а, к сожалению, отмечаются отдельные случаи, когда пациент приходит уже с циррозом в исходе вирусного гепатита С. Хочется, чтобы вы сказали хорошую новость, что хронический гепатит С можно вылечить? Да, можно вылечить. Появились лекарственные средства прямого действия. Мы и до этого лечили, но буквально недавно, в течение последних 5 лет, в лекарственном ассортименте в мире произошла революция, и вирусный гепатит С лечится с вероятностью не менее чем 95%. Соответственно, это курабельное, излечимое заболевание. И самое главное, что я хочу добавить, что это лечение доступно для наших жителей Республики Беларусь. Спасибо вам большое за ценные советы, за такую нужную информацию, которую вы дали нашим телезрителям. А я напоминаю, что сегодня мы были в гостях у эксперта, кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней Дмитрия Данилова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова